Евразийская экономическая комиссия – постоянно действующий орган таможенного союза и единого экономического пространства, призванный обеспечить оптимальные условия функционирования и развития этих международных интеграционных объединений. Сегодня на повестке дня вопрос об обеспечении равной конкуренции единого экономического пространства. Для того, чтобы соперничество субъектов рыночных отношений приносило положительные результаты коммерческой деятельности, а также выполняло стимулирующую функцию, необходима надежная правовая база. Одним из этапов формирования ромативного подкрепления стал модельный закон о конкуренции. Мы, соответственно, в этом модельном законе предполагаем, что эта норма должна быть в двух законодательствах Республики Беларусь и Казахстан. Что получится, если мы сейчас этого не сделаем, просто-напросто предприниматели, монополисты могут зарегистрироваться либо в Беларусь, либо в Казахстан, но они четко будут понимать, что их просто не дисквалифицируют и будет работать. И поэтому, чтобы они не были перебежчиками, конечно, вот такие вот нормы должны быть. Интеграционные процессы затрагивают все механизмы экономической жизни государств, входящих в Евразес. Начиная от отрасли машиностроения, заканчивая агропромышленным комплексом. В серии последнего в Федеральной антимонопольной службе России существуют барьеры, которые провоцируют неравные условия конкуренции на международных рынках. Поэтому главная задача сегодня – урегулировать ситуацию в рыночной сфере для обеспечения равных обстоятельств конкуренции в стран ЕЭП. Допустим, пример привести по техническому регулированию в техрегламенте о безопасности зерна в различных государствах заложены разные принципы. Если в России и в Казахстане допускается определенный уровень засоренности зерна, то в Беларуси не допускается, там должен быть уровень нулевой. И, соответственно, при поставках, взаимных поставках между государствами, это для Беларуси получается немножко какое-то конкурентное преимущество, потому что у них более высокие требования к качеству. Что касается ветеринарных, санитарных мер, вот сейчас, конечно, эта работа действительно очень хорошо проводится, но пока есть еще какие-то проблемы в плане взаимного признания ветеринарных сертификатов, сертификатов карантинных, при перемещении товаров между, ну, границами не назовешь уже, у нас нет границ между нашими государствами, но при перемещении между государствами взаимное признание этих сертификатов, чтобы не было дополнительной нагрузки на предпринимателей. Проводимая совместная работа по исследованию товарных рынков ЕЭК позволит гармонизировать антимонопольное законодательство Беларуси, России и Казахстана, эффективно функционировать товарным рынком на единой таможенной территории, тем самым обеспечить свободу экономической деятельности, потому как равные конкурентные условия для предприятий стран таможенного союза являются фактором повышения конкурентоспособности национальных экономик и общерегиональной стабильности.